Время новостей. В студии Светланы Леонтьева. Доброй ночи. Российская агрессия несет угрозу всей Европе, заявили в Сенате Польши. Там приняли резолюцию в ответ на угрожающее скопление российских военных и вооружение у границ с Украиной. Угрозы обсудили сегодня президент Украины и Генсек ООН Владимир Зеленский. Он поблагодарил Антонио Гутерриша за призывы прекратить огонь в период пандемии и подчеркнул, что Украина сделала все возможное, чтобы сохранить режим прекращения огня на Донбассе. В то же время эксперты считают полномасштабное вторжение РФ сейчас маловероятным. Думаю, что пока украинский вопрос для Путина поставлен на паузу. Судя по всему, Путин стремится сохранить для себя пространство для маневра. Идут закрытые торги с американцами. Ну, это по косвенным признакам. И очень похоже, что Путин пытается торговаться с американской администрацией с позицией силы. О ситуации с безопасностью на Донбассе и у границ Украины говорил сегодня и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак с послами стран Большой Семерки. Руководитель Офиса президента отметил, Украина, как и все международное сообщество, требует отвода российских войск от украинских границ. И для этого важно дипломатическое давление со стороны стран Большой Семерки. Обсудили агрессию России и заявили о поддержке Украины и Донецкую область. С рабочим визитом посетили парламентарии Польши и Литвы. В сопровождении вице-спикера украинского парламента они посетили контрольно-пропускной пункт Гнутово и одну из воинских частей на линии соприкосновения в поселке Призраки Широкино. Свою всестороннюю поддержку Украине во время обострения ситуации на Донбассе европейские парламентарии скрепили подписями. Мы увидели, к чему приводит русский мир, который так рекламирует. И мы начали с того, что сегодня президент страны, которая ведет с нами войну, провел публичное обращение к федеративному собранию. И наше собрание в том числе символичное, потому что мы хотим, чтобы именно в этот день он увидел, что на территории Украины мы вместе, мы рядом и нас намного больше. Братья, вы не одни. Мы сегодня приехали посмотреть своими глазами на проблему, которая не только ваша проблема. Это проблема всей Европы и всего мира. Это не двухсторонний конфликт. Это агрессия одной стороны. И это сторона России. На фоне стягивания российских войск к нашей границе сухопутные войска Украины проверяют боеспособность и проводят учения территориальной обороны. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину эти подразделения первыми придут на помощь регулярным войскам страны. Что такое территориальная оборона и какие задачи она должна выполнять, расскажет Артем Голуб. В Украине активно формировать территориальную оборону стали после начала российской агрессии и боевых действий на Донбассе. Сегодня в стране уже существует 25 бригад терроробороны. По одной в каждой области и столице. Территориальная оборона – это структура, как вооруженные силы. Есть абсолютная вертикаль управления. Состоит из резервистов. Резервисты-контрактники или приписанные к военкоматам люди по спискам. При возникновении угрозы территориальная оборона должна быстро собраться на точках сбора, а для этого нужно, чтобы люди жили рядом хотя бы в одном городе. Это подразделение так называемой легкой пехоты. В их распоряжении стрелковое оружие. Терророборона создана для тех украинцев, которые большую часть своего времени живут обычной жизнью. Время от времени собираются на военные учения. Здесь их обучают кадровые, военные, контрактники, а также ветераны боевых действий. По приказу или по сигналу они могут прибыть собственным оружием. При военном положении мы понимаем, что в этот момент все войска будут задействованы для создания сопротивления противнику. Соответственно, внутри страны нужно будет обеспечить это состояние. Охранять объекты, коммуникации, которые могут быть уязвимыми и могут быть повреждены, что может наружить логистику в нашей стране. Фактически, это тыловая армия, которая должна обеспечивать порядок и противодействовать диверсантам противника. В случае военного положения, пока основные подразделения вооруженных сил ведут сопротивление на передовой, терророборона организовывает защиту стратегических объектов, административных зданий, электростанций и мостов. Также среди их задач по необходимости организовать партизанское сопротивление. Вспоминая 7 лет назад ситуацию, когда на электричках, автобусах заезжали российские агенты восточной области и грушники, ФСБшники и прочая агентура, то серьезно противодействовать, чтобы это было весомо и значительно, на местах оказалось, к сожалению, некому. Хотя терророборона и существует законодательно, ее деятельность следует доработать. До конца этого года Верховная Рада должна принять законопроект, который четко обозначит права, принципы финансирования и структуру, а также задачи территориальной обороны. «Защитим свой дом, защитим Украину» – девиз этих подразделений. Их формируют не из призывников со всех уголков Украины, а из жителей конкретного села, района или города. Военнослужащие хранят всю необходимую амуницию у себя дома. И в случае необходимости в считанные часы готовы прибыть на место сбора и приступить к выполнению задач на своей территории. Близким и классическим в этом плане европейский вариант является Швейцария. В принципе, армия, а не только территориальная оборона, которая в разы растет. У них оружие находится по местам проживания. Записаться в территориальную оборону может каждый украинец достаточно лишь обратиться в свой военкомат. После этого раз в год ваши подразделения будут собирать на 10-дневные полевые учения, а раз в месяц на упражнения по стрельбе. По инициативе самих подразделений такие сборы можно проводить чаще. Артем Голуб, Новости Украины. Массовое задержание в России. На 10 суток арестовали пресс-секретаря российского оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш. Сегодня многотысячные протесты прошли в 48 городах России. Люди требовали допустить к заключенному оппозиционеру независимых врачей, так как опасаются, что в нынешнем состоянии Навальный может умереть в колонии. На этот момент задержаны 450 протестующих. Напомню, в конце марта Навальный объявил голодовку в тюрьме из-за того, что ему отказывают в медицинской помощи. Навальный объявил голодовку врача! Вести санкции против представителей правящего режима в Белоруссии и провести международное расследование фактов нарушения прав человека. Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по Белоруссии и призвала все страны-члены ЕС применить принцип универсальной юрисдикции по фактам пыток. Риторика Лукашенко не меняется. Он уверен, что Запад охотится за ним. Захват ребенка, одного-второго, как получится. Посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу. Они провели нам, показали, как они это все планировали. Так, Александр Лукашенко рассказывает журналистам о том, как российские спецслужбы предотвращали покушение на него и его детей. Все эти злодеяния, по версии самопровозглашенного президента, планировали совершить Александр Федут, Григорий Костусев и Юрий Зинькович. Да, да, все, идем, все, взяли. А что, взяли, 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 взяли. Лукашенко убежден, задержанные адвокаты и политолог, агенты, которые приехали из США. Эксперты говорят, эта версия более чем неправдоподобна. И история, где переворот готовят одновременно Байден, ЦРУ, поляки, украинские националисты, еще юрист и политолог белорусский, но это все похоже на какую-то пропагандистскую клюкву абсолютно параноидальную. И совершенно ясно, что никто всерьез саму эту историю не воспринимает. Лукашенко заявил, что Беларусь передала Москве всю информацию, которая владела, чтобы там были в теме. Двое людей, о которых он упомянул, задержали именно в России. Американский паспорт у одного из задержанных как раз играет на руку риторики Лукашенко про Запад. То есть, с одной стороны, это часть игры внутрибелорусская. То есть, попытка войти в публичное поле с тезисами о том, что весь мир против нас. И в том числе не брезгуют никакими методами. Второе – это подъем ставок в будущем возможном диалоге с Западом. Он рано или поздно начнется. Недавнее задержание по словам экспертов – попытка Лукашенко доказать свою выдумку. При этом Федот, Костусев и Юрий Зинкович стали жертвами плана белорусского авторитарного правителя. По состоянию на сегодня 358 человек в Беларуси признаны политическими заключенными. Анастасия Лисовая, Роман Смолер. Новости Украины. Четыре украинских боксера уже завтра начнут борьбу за золото чемпионата мира в польском Кельце. Накануне финальных поединков на соревнованиях – День отдыха. Вместе со спортсменами его провела наш корреспондент Елена Дидух и готова поделиться подробностями. Чемпионат мира по боксу среди молодежи должен был пройти еще осенью прошлого года. Из-за пандемии коронавируса его перенесли на апрель 2021-го. Но локдаун в Польше до последнего момента вызывал сомнения, что соревнования состоятся. Кельце – небольшой городок на пути из Кракова в Варшаву. Но спорт здесь очень любят. В 2018 году город назвали спортивной столицей Европы. Поэтому, несмотря на пандемию и локдаун, здесь все-таки решились провести чемпионат мира по боксу среди молодежи. Организаторам удалось успешно провести чемпионат при участии спортсменов из 52 стран мира с соблюдением всех карантинных мер. Организаторы вообще молодцы, потому что, правда, все очень хорошо подготовили, все очень продумано, нам очень нравится. Мы не можем своих поддержать, поехать на бои. Это печально, потому что хотелось бы, чтобы за тобой команда стояла, и все за тобой как бы. Но из-за того, что пандемия не разрешают. Но ничего, в углу есть тренера, в принципе, я думаю, нормально. И вот турнир успешно движется к своему завершению. У сборной Украины шесть гарантированных медалей. Две бронзы у Дениса Салабая и Руслана Цикала. И четыре серебра, которые в финале могут стать золотом. Три из них – заслуга мужской сборной. Это 64 килограмма Басарбай Матякубов, 69 килограмм Юра Захареев и 75 килограмм Илья Тагабицкий. Будем надеяться, что будет три золота. Будем по максимуму. Там уже все зависит от ребят. Ребята могут, ребята готовы и настроены хорошо, и психологически, и физически. То есть во всех смыслах. То есть все зависит от них. Кристина Лакийчук, единственная из женской сборной, дошла до финала. О непростой борьбе напоминает синяк под глазом, тщательно замаскированный тональным кремом. Но это ничто по сравнению с ее заветной мечтой – золотом чемпионата мира. Уже завтра она может сбыться. Есть синяк офф и немножко сверху тоналка, пудра и все. Так, почти незаметно. Если честно, я очень долго к этому шла. Шесть лет к этому иду. К чемпионату мира очень тяжело. У нас был сбор в Тисовце ОФП, и я прям желала, я прям горела от этой мысли. Я просыпаюсь, я понимаю, что я хочу стать чемпионом мира. В выходной день накануне финальных поединков мужская украинская команда начинает с игры на бильярде в холле гостиницы. Потом мотивационная речь тренера и небольшая разминка на свежем воздухе. Рядом за забором тренируются бразильские коллеги. После разминки девушки отправляются посмотреть исторический центр города. Десять дней по строгому маршруту отель-арена требует перемен и немножко мороженого. Тренер угощает. Мы же ищем ответ на вопрос, чем привлекает юных красавиц этот суровый вид спорта. С самого детства я мечтала быть моделью. Но так сложилась моя жизнь, что я не по подиуму блистаю, немножко по-другому. Я блистаю по рингу. И, как бы сказать, можно сказать, спортивная больше модель. Но тоже модель, и есть такие же. Тренер команды верит в своих подопечных. Говорит, выступили на турнире достойно. С опытными и сильными соперницами боролись до конца. Если мы говорим о медалях, немного мало. Всегда хочется больше. Это нормальное явление. Но на последнем чемпионате мира у нас было две медали. Одна бронза и одно серебро. То есть сейчас, если завоюем золото, мы его опередим. 22 апреля на чемпионате женские финалы в 10 весовых категориях. В категории до 54 килограммов нашей Кристини Лакейчук будет противостоять Нигина Уктамова из Узбекистана. Елена Дидух, Евгений Савицкий. Новости Украины из Республики Польша. Нидерландские шмели опыляют помидоры, а клещи уничтожают вредителей портящих урожай огурцов. И это не сценарий фантастического блокбастера, а современной технологии экофермеров. В станице Луганска и таким образом уже несколько лет выращивают экологически чистые овощи. Развить производство им помог Грант от USAID. Подробнее наши корреспонденты. Это смарт-улей. В нем сейчас находится чуть более 50 шмелей. Коробку с насекомыми в станицу Луганскую привезли два года назад из Нидерландов. Пока украинские шмели еще не вышли из спячки, эти уже активно работают. Опыляют цветы будущих томатов. Так происходит естественный процесс, который не зависит от погоды. Вот, допустим, сейчас дождливая погода. Растения, допустим, некомфортно себя для завязи чувствовать, потому что для завязи более сухая нужна погода. Поэтому в этом помогают нам шмели. Высадка начинается у нас в конце февраля-начале марта. Поэтому в это время еще зазвать вольных шмелей невозможно. В следующей теплице стебли выше человеческого роста. Все это огурцы. Здесь шмели не летают, но на растениях клещи. Тоже из Нидерландов. Камерой их не заснять слишком малы. Но вот так выглядит их домик. Энтомофагия – это хищный клещ, который поедает растительный клещ, который вредит огурцу. Поэтому у нас абсолютно здесь ничем не обработанный огурец, экологически чистый. Можно спокойно сорвать, вытереть и кушать. До 2014 года фермеры торговали овощами в Луганске. А с началом боевых действий они потеряли не только рынок сбыта, но и поля пришлось оставить. Только четыре года назад они решили начать все с нуля. Объединились в один кооператив. Помощь на развитие получили от проекта «Юсайди». Встав на ноги, получают регулярные консультации. Практически каждые две-три недели мы приезжали, оказывали им поддержку. Возили на разнообразные семинары, тренинги в другие регионы, где есть закрытый грунт, чтобы они посмотрели, как там логистический центр работает, как фермеры, что выращивают. Сегодня в кооперативе 135 домохозяйств. За сезон каждый дает около 16 тонн овощей. Их реализуют на прилавках супермаркетов Луганской области, а также в Киеве, Харькове и Одессе. На сегодня у нас заказов больше, чем можем на сегодняшний день мы продукции дать. Нам надо максимально объять ближайшие области, то есть Донецкую, Луганскую и Харьковскую, для того, чтобы, во-первых, по логистике это было дешевле, во-вторых, по времени транспортировки. Но непосредственно, когда мы уже, так это в будущем планах, когда мы уже разрастемся до больших объемов, накормим всю Украину. Этим летом кооператив при поддержке проекта «Юсайди» планирует построить логистический центр. Там фермеры смогут хранить урожай в холодильниках, чтобы партями отправлять свежие овощи на реализацию. Анастасия Волкова, Андрей Магомедов, Новости Украины. С пожеланием всегда иметь возможность слушать жужжание шмелей и есть эко-овощи, я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. А утром в этой студии встречайте Дарью Вершиленко. Доброй ночи и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова